Уважаемый абитуриент, добрый вечер. Итак, сегодня очередной вебинар с академическим руководителем программы управления бизнесом. Меня зовут Дмитрий Кнатько. И для всех, кто присоединился, мы сегодня будем снова рассказывать про программу управления бизнесом у тех ребят, которые подключаются к нам на вебинары, которые приходят на неоткрытых дверей. Очень важная задача. Для кого-то вопрос выбора образовательной программы еще впереди, у кого-то пока еще 9-10 класс. И эти встречи помогают вам, в принципе, сформировать какое-то представление о возможных профессиональных направлениях развития. И я здесь по-своему пытаюсь заинтересовать вас в вашем будущем. Для многих ребят, которые подключаются к нашим вебинарам и приходят на неоткрытых дверей, вопрос уже стоит очень остро, потому что выпускной год очень быстро идет, близится пора сдачи экзаменов ЕГЭ. И впереди ключевой вопрос, куда положить документы, где же вы будете учиться ближайшие 4 года и какую из многих программ, доступных на рынке, собственно, выбрать. Решение непростое. Решение связано и с вашим профессиональным будущим, с вашей будущей карьерой, с вашей будущей социальной жизнью, с теми друзьями, которых вы сможете создать в стенах университета, куда вы пойдете, с тем опытом, которого вы наберете в ближайшие 4 года. Вы уже понимаете, что в том периоде жизни, в котором мы с вами находимся, нет времени для того, чтобы переучиваться, приходится постоянно находиться в потоке, постоянно обновлять, совершенствовать свои знания и навыки, реализовывать новые проекты. Сегодня школьники, которые заканчивают обучение и поступают в университет, уже имеют за плечами различные проектные формы собственной реализации, собственного самопроявления. Мы видим вас, дорогие абитуриенты, на наших конкурсах. Это и такие конкурсы, как КИС-Чемпионат высшей школы экономики, по экономике и предпринимательству и таких конкурсах, как конкурс высший пилотаж. Кстати говоря, 27 числа закрывается последний день загрузки ваших бизнес-планов по направлению предпринимательства. Если кто-то из вас регистрировался в этом конкурсе, не пропустите свой дедлайн. Дополнительные баллы играют очень большую роль в успехе при поступлении на нашу программу. Сегодня я провожу эту встречу достаточно в камерном формате. В прошлый раз мы общались со студенткой программы управления бизнесом. Впереди у нас еще встречи и с преподавателями, и с членами экономического совета программы. Прошу прощения. И впереди у нас вообще очень скорая встреча. Напоминаю, для тех, кто следит за новостями высшей школы бизнеса, для тех, кто следит за событиями наших программ, 17 февраля. В 17 часов у нас пройдет гибридный день открытых дверей. Будут и оффлайн, и онлайн возможности подключиться, поучаствовать, узнать больше про наши программы, задать нам вопросы, послушать что-то интересное от наших коллег. Мы будем рады видеть вас в нашем кампусе на Шаболовке. Ну а сегодня для тех из вас, кто пришел впервые, я коротко расскажу про свою программу и постараюсь фокусироваться на любых вопросах, которые есть у вас. Постараюсь задать вам тоже некоторые вопросы, чтобы получить представление у вас. И, наверное, тоже постараемся создать какой-то диалог интересный для вашего будущего поступления. Ну, вижу уже первые вопросы. Марк, откликнусь чуть позже, но для начала я бы хотел задать вопрос по присутствующим сегодня участникам. Первый вопрос. Посещали ли ранее вы мероприятия высшей школы бизнеса? И, в частности, есть ли здесь кто-то, кто впервые слышит про программу управления бизнесом и кто хотел бы узнать какие-то базовые вещи, которые касаются данной программы. Каждый раз к нам приходит небольшое количество ребят, которые впервые, поэтому мне тоже нужно понимать, насколько уже погружены в наши вопросы, в наши возможности обучения. Нам. Спасибо. Так. Были, посещали. Онлайн, оффлайн, где открытых дверей. Посещали, посещали. Ну, давайте это по-другому сформулируем вопрос. Вот есть Юлия, да, которая впервые. Кто еще у нас? Кто впервые, кроме Юлии? Ага, вижу. Ну, вот, по крайней мере, пять человек, которых точно нужно рассказать. Уважаемые абитуриенты, кто уже слышал представление программы. Я сейчас сделаю небольшую презентацию, представление, собственно, по программе. И далее мы двинемся к вашим вопросам, в том числе уже по тем, которые я вижу, вы размещаете в нашем замечательном чате. Да, конечно же, запись будет размещена. Мы всегда после проведения наших мероприятий, записи наших мероприятий размещаем в телеграм-канале. Итак, образовательная программа управления бизнесом — это наиболее популярная по заявкам абитуриентов программа среди всех программ Высшей школы бизнеса Вышки, а также одна из самых популярных программ по менеджменту и в целом одна из самых популярных программ из всех кампусов Высшей школы экономики. В прошлом году мы получили одно из самых больших количеств заявок от абитуриентов со всей России. Это программа, которая посвящена подготовке молодых лидеров, которые способны принимать ответственные решения в достаточно тяжелом, быстро меняющемся мире, который сегодня проходит через эпоху больших трансформаций, прежде всего технологических, цифровых трансформаций, которые способны управлять подразделениями компаний и которые способны создавать, внедрять и расширять, развивать предпринимательские проекты. С точки зрения, сразу же отвечая на вопрос Марка, ребята, которые обучаются по этой программе, обучаются по программе бакалавриата. И в дипломе у ребят пишется направление подготовки. У всех ребят, которые проходят обучение по направлению подготовки, значит, менеджмент будет написано бакалавр направления менеджмент, будет указано название программы, в вашем случае это будет управление бизнесом. И на программе управления бизнесом есть еще одна особенность, это специализация. Как видите, три специализации на нашей программе, каждая из которых также будет коротко указано, отмечена в дипломе. У нас на ближайший год предполагается к предложению студентов второго курса, заканчивающего второй курс, три специализации. Это международный бизнес, это управление человеческими, прошу прощения, это финансовый менеджмент и это предпринимательство. Значит, программа управления бизнесом, это программа, которая держит очень сильный контроль за тем, что мы преподаем, какими способами мы преподаем, сориентирован на то, чтобы и программа образовательная, и содержание дисциплин, которые мы вам предлагаем, и образовательный опыт, все соответствовали тем ожиданиям, которые сегодня есть у работодателей в отношении будущих выпускников нашей программы. Мы выстраиваем весь образовательный опыт за счет очень тесной работы с бизнесом. Каким образом мы это обеспечиваем? В том числе, благодаря тому, что у программы есть отдельные коллегиальные органы управления, это Академический совет программы, который, в отличие от многих программ, даже в высшей школе экономики, в основном сформирован представителями компаний-работодателей, которые участвуют во взаимодействии с нами, которые помогают нам в формировании и стратегии, и обсуждении профиля выпускника, и в обсуждении технологий образовательных, формировать именно тот образовательный трек, который помогает ребятам стать лучшими специалистами. Значит, программа сама по себе очень сильно ориентирована на практику, что вполне ожидаемо, если вы идете учиться в высшую школу бизнеса. И вот эта вот практика-ориентированность, она сопровождается и большим количеством проектных работ с заказчиками, с представителями бизнеса все четыре года, и это, в свою очередь, позволяет нашим выпускникам быть крайне востребованными на рынке труда. Более того, особенностью именно программы управления бизнесом является очень сильная предпринимательская среда, что подтверждается большим количеством ребят, которые на нашей программе еще за время обучения участвуют и в предпринимательских проектах, создают новые проекты, и об этом даже говорит статистика Высшей школы экономики, которая еще буквально в прошлом году отметила, что лидирующее количество и потенциальных предпринимателей, и действующих предпринимателей из числа студенчества, из числа студентов, обучающихся на программе, именно на программе управления бизнесом в бакалавриате, показывают вот такие лидирующие, лидирующую популяцию. Это отражается и в том очень активном движении студенческого вне аудиторном, участие в студенческой жизни, в том числе и такие профессиональные вне аудиторной активности, как участие в мероприятиях бизнес-клуба, совершенно замечательного примера студенческой самодеятельности, студенческого самостоятельного профессионального образования, где ребята-предприниматели, объединяясь или предпринимательско-ориентированные студенты со всей Высшей школы экономики, сформируют свое сообщество, создают мероприятие для общения с молодыми предпринимателями, успешными, зрелыми предпринимателями, международными предпринимателями, топ-предпринимателями. И вот эта вот тусовка, движение предпринимательское очень сильно проникает в программу управления бизнесом. Мне всегда приятно говорить, что данную студенческую организацию создавали во многом ребята управления бизнесом, и очень рад сегодня говорить, что это студенческое сообщество не управления бизнесом, а всей вышки. Наши студенты с честью формируют достойную часть данного поистине общего университетского движения. Все то, что я рассказываю вам про ориентир на практику, про погружение в специализации, про внимание к качеству, это не только мнение моего как академического руководителя. Многое о нашей программе говорят и другие, подтверждая и рекомендациями, которые я сегодня слышу, как на встречах даже с абитуриентами и родителей, и абитуриенты говорят, нам рекомендовали вас студенты, которые учатся у нас. Но помимо этого, у нас без сомнения, помимо очень сильной такой поддержки со стороны ребят, которые участвуют сами в развитии качества обучения на нашей программе и обратной связью, и предоставлением рекомендаций по улучшению образовательного процесса, поистине оказывая вклад в улучшение образования на данной программе. Но я говорю еще во многом и о признании экспертом. В прошлом году программа управления бизнесом смогла получить престижную марку, престижный знак качества, международную аккредитацию ФМД, которая заслуженно подтверждает на международном уровне высочайшие стандарты качества обучения на нашей программе и подход к организации образовательного процесса. Данная сертификация, данная аккредитация является всемирно признанной одной из лидирующих из всего двух существующих в мире, и она отражает именно стратегический взгляд и ориентир и студентов программы, и попечителей программы, и бизнес-партнеров программы, и преподавателей программы, и руководства школы к созданию самой лучшей программы по обучению менеджмента. Продолжая этот ориентир на практику, я бы хотел сказать, что когда ребята иногда принимают выбор, куда идти, в какую программу идти, зачастую вопрос стоит, а какие там будут предметы, какие там будут дисциплины. Мы на данной программе фокусируемся не только на сами предметы, не столько на сами дисциплины, сколько во многом на наши ожидания, о кем вы станете в будущем. Мы очень много времени уделяем профессиональной ориентации студентов, которые обучаются на программе с первого курса на профориентационном семинаре, на многих мероприятиях, которые проводит Центр карьеры и другие подразделения Высшей школы бизнеса, ориентированные на интересы наших студентов. И мы в целом, как команда, которая разрабатывает данную программу, крайне сильно заинтересованы в формировании таких профессиональных дорожек, кем Вы сможете в дальнейшем стать, какого рода траектории развития карьеры Вы видите перед собой. Допустим, по специализации предпринимательства мы готовим тех ребят, которые хотят стать руководителями проектного офиса, консультантами, менеджерами производства или, возможно, предпринимателями. По специализации финансовый менеджмент мы подталкиваем ребят к профессиональному развитию в качестве финансового менеджера, не финансовой организации, в качестве руководителя департамента или блока управления рисками в компании. Международный бизнес как специализация направляет ребят в очень востребованную сегодня, особенно востребованную сегодня деятельность, связанную с построением новых международных траекторий взаимодействия, экспертных взаимодействий. Как мы с вами знаем, сегодня в России многие привычные траектории международного бизнеса были либо заморожены, либо остановлены, но бизнес не стоит на месте. Создаются совершенно новые направления ведения и международной внешнеэкономической деятельности, как в этих условиях развивать бизнес, и международный цифровой бизнес, и международную торговую деятельность. Это серьезный вызов, который как раз молодое поколение, новое поколение специалистов, которые приходят на рынок, в том числе будет решать, развивая возможности бизнеса в России. На программе 30 бюджетных мест, 180 платных мест, 25 мест платных для иностранных граждан. Значит, программа имеет, прошу прощения, по слайду у нас мы как раз сейчас смотрим на, значит, вот эти цифры, если видите в правом блоке, значит, и здесь стоимость программы отмечена 770 тысяч рублей в год, это стоимость платного обучения. В этом году у нас условия поступления по соответствующим испытаниям ЕГЭ включают профильную математику 65 баллов, иностранный язык 70 баллов, и русский язык 65 баллов. Значит, часто задаются вопросы по поводу условия поступления проходных баллов, уважаемые абитуриенты, проходные баллы на данную программу будут понятны, ну, на бюджетные места, конечно же, будут понятны только в тот момент, когда мы объявим баллы зеленой волны, летом, когда, собственно, мы соберем все ваши заявления, и вот в тот момент как раз проходной балл 2023 года и будет известен. Но в качестве ориентира вы, естественно, можете смотреть на прошлый год и смотреть на количество заявлений и на количество баллов, которые стали проходными в прошлом году. В прошлом году на бюджетные места проходной балл составлял 288 баллов. Это достаточно высокий порог, но что достаточно ожидаемо для программы с большим количеством участвующих абитуриентов в конкурсе. По поводу поступления на платные места, хотелось отметить, что в этом году критерии заключения договоров будут действительно выше, связано это с тем, что минимальные баллы у нас выросли, а значит и критерии заключения договоров точно будут выше. Мы не знаем, какие они будут. Критерии заключения договоров определяются уже непосредственно вблизи с началом, стартом приемной кампании. И это проходит в один период для всех образовательных программ высшей школы экономики, но тем не менее, значит, мы можем уже однозначно сказать, что они будут выше просто по сумме минимальных баллов. Значит, наши студенты работают в ведущих компаниях, лидерах российского и международного рынка, взаимодействуя с этими компаниями как за время обучения на самой программе, так и после окончания поступая на работу в данной компании. Чаще всего ребята знакомятся с своими будущими работодателями еще за время выполнения курсовых проектов. Особенность нашей образовательной модели такова, что в первом году обучения ребята реализуют курсовый проект уже с внешним заказчиком, это свод анализа. Второй год обучения ребята выполняют более сложную практическую задачу, это бизнес-план, опять же, выполняемый по требованиям во взаимодействии с внешними заказчиками. К примеру, в этом году ребята выполняют бизнес-планы по заказу таких компаний, как «Газпромнефть» и другие топ-компании российского рынка. На третьем году обучения студенты выполняют уже сложную консалтинговую задачу с открытыми требованиями, с опытом взаимодействия, в том числе с ведущими компаниями из области консалтинга, которые помогают формировать именно консультационный подход в решении различных проблем. И в каждом из таких витков взаимодействия, доходя в том числе до четвертого года обучения, до диплома, ребята знакомятся с бизнесом, знакомятся с представителями бизнеса и выходят на траекторию сначала стажировок, практик и в дальнейшем работы. Вот крупнейшие компании в разных отраслях, в каждой из них работают уже крупные в подразделениях наши выпускники, формируя положительный отклик от нашей программы уже в эти компании. У программы есть особый фокус, некий ценностный код, который связан на самом деле с историей данной программы. Данная программа является развитием одной из первых программ Высшей школы экономики по менеджменту, которая называлась «Менеджмент», и которая исторически всегда была очень предпринимательско-ориентированной программой. И сегодня, в 2023 году, эта программа сочетает самые лучшие две большие компоненты, которые как раз и позволили сформировать нам такое лидирующее положение и хороший профиль, в том числе на международной арене, что подтверждается нашей международной аккредитацией. С одной стороны, это очень интересный ориентир на профессиональные умения менеджеров, на подготовку успешных менеджеров корпорации, на лучшие практики. С другой стороны, это без сомнения фокус на развитии предпринимательских знаний, навыков, умений. Это фокус на новаторство, на инновационность и, конечно же, фокус на так называемый импорт предпринимательства, такая внутренняя проактивная позиция, готовность менять жизнь к лучшему. Вот эти ценностные компоненты помогают нашим абитуриентам и студентам делать свой выбор, не только по выбору самой программы, но и в дальнейшем по своему развитию. У нас обучаются ребята, которые в дальнейшем становятся менеджерами крупнейших международных российских корпораций, государственных корпораций, которые развивают и управляют средним бизнесом в России, семейными компаниями, а также которые сами создают прорывные инновационные предпринимательские проекты. Кстати говоря, мы вместе со студентами управления бизнесом сейчас делаем проект, который называется «Как тебе такое?». Это проект, который рассказывает о предпринимателях вышки, не только предпринимателях программы управления бизнесом, но предпринимателях вышки, с которыми вы можете встретиться, взаимодействовать, или даже стать одним из таких предпринимателей за время обучения в высшей школе экономики. Из года в год в разных рейтингах вышка фигурирует как лидерский предпринимательский вуз, и это в том числе обоснованно связано с той уникальной средой, которая есть в вышке. Во многом, и в последнем, в этом еще играет роль большая семья предпринимательского бизнес-клуба, который в свое время в том числе создавали ребята с программой управления бизнесом. И вы можете увидеть выпуски этих подкастов, видеоподкастов с ребятами. Ссылку на данный проект уже присылали мои коллеги из отдела приема высшей школы бизнеса. Каждый месяц будет выходить по три новых видеозаписи с ребятами-студентами вышки. Подписывайтесь, смотрите. У нас есть отдельный канал в YouTube, в котором мы ежемесячно будем выкладывать по три вебинара со студентами. Мы хотим, как и официально я заявлял раньше, хотим сделать в этом году запись и с абитуриентом. Я знаю, что у нас абитуриенты есть и очень предпринимательские, ориентированные абитуриенты, которые сегодня уже много делаем. Возможно, что кто-то из них сегодня уже присутствует на встрече. Но, кстати, если он присутствует на встрече, он не так и не написал. Обещал написать, но он не так и не написал. Но, тем не менее, посмотреть на то, как эта предпринимательская культура формируется, очень интересно. Я вам рекомендую, смотрите. Это отражает те интересные события, которые происходят в вышке. У нас очень богатый учебный план, большой, подробный, с большими возможностями обучения. Мы отличаемся от многих образовательных программ широтой различных дисциплин, практико-ориентированных дисциплин, которые вы сможете изучить за эти четыре года. И во многом это еще связано как раз с тем, что у ребят большая доля в их учебном плане связана с различными профессиональными траекториями, которые мы даем ребятам для собственного развития. Это могут быть дисциплины специализации и иные дисциплины, например, связаны с цифровыми навыками, с навыками взаимодействия с данными, в том числе связанными с программированием, навыками человеческого взаимодействия, так называемые soft skills. И из этих дисциплин в третьем-четвертом году обучения у ребят есть возможность сформировать свою собственную корзину дисциплин и получить свой self-tuned пакет входов в направление. Что хорошо, что важно. Если посмотреть на этот учебный план, вы увидите, что первые два года, по большому счету, у вас идет обучение по программам, по дисциплинам, которые вводят вас в специальность, вводят вас в направление. За эти два года вы формируете широкий кругозор по направлению подготовки. И только в конце второго года вы осознанно выбираете ту специализацию, которая вам интересна, отбирая для себя понятное направление будущего развития. Мне кажется, что это очень хорошее преимущество нашей программы в сравнении с другими программами, в том числе потому, что решение вам можно принять не здесь и сейчас в нервных условиях, когда вы еще не разобрались, что такое бизнес, что такое компания, что такое менеджмент. А позже, когда вы уже погрузились, вы уже изучили такие дисциплины, как микроэкономика, макроэкономика, менеджмент, маркетинг, операционный менеджмент, финансовый учет, финансовый менеджмент. Вот все это погружение позволит вам сформировать достаточно широкий кругозор и понимание, а что мне ближе. И это, на мой взгляд, тоже является очень сильным моментом нашей программы. Ну и последнее. Обратите внимание, каждый год, помимо профильных дисциплин, специфических дисциплин, каждый год у нас присутствует вот этот такой жирненький элемент. Это курсовые активности, обязательные курсовые активности, которые интегрируют ваши знания и навыки в реальных проектах. Я, как и говорил, каждый год ребята взаимодействуют с компаниями. Например, работа над бизнес-планом предполагает регулярно в течение полугода, с января по июнь, регулярные встречи с бизнесом, общение в прямом эфире, вопросы, ответы, помощь бизнесу, решение их проблем, вхождение в прямое взаимодействие. Благодаря этому некоторые наши ребята по окончанию обучения имеют возможность даже в резюме указывать те проекты, которые они реализовывали за время своего обучения. Тем самым, по большому счету, вот эта такая старая бородатая история, наверняка вы слышали ее, часто рассказывают как раз молодым ребятам, абитуриентам о том, что вот ты отучишься в университете, и потом тебе все нужно изучать заново. Придешь на работу, тебе скажут, забудь все, что тебе в университете рассказывали, теперь мы тебя научим. Нет на это времени. Нет на это времени не у вас, нет на это времени не у нас, и нет на это времени у компаний. Поэтому весь процесс обучения, который мы стараемся организовать, как раз направлен на то, чтобы как можно раньше выходить непосредственно на практику и не формировать те знания и навыки, которые вам не нужны будут, а наоборот подтверждать именно те знания и навыки, которые есть с компаниями, с представителями бизнеса все четыре года обучения. Значит, и это как раз еще и подтверждается тем, что мы стараемся думать не о дисциплинах, а о итоговых результатах обучения. Это какие умения, какие навыки вы сформируете для себя, как для будущего специалиста. И многие способы оценки, получения обратной связи от и преподавателей, и представителей бизнеса будут связаны именно с этим. Какие навыки вы сформировали, какие умения вы сформировали, обладаете ли вы компетенцией разработки прикладных решений, обладаете ли вы такими важными системными навыками, как критическое мышление, способность системно оценить ситуацию, формальное мышление, логика и математика. Насколько эффективно вы умеете коммуницировать с другими людьми и работать в командах. У нас ребята работают в групповых проектах, и им очень тяжело и сложно решать проблемы, в том числе социального характера. Как сделать так, чтобы получить успешный результат в командах, где все разные, и как управлять такими командами, как добиваться нужного результата. Это, без сомнения, кросс-культурные компетенции. Несмотря на геополитическую ситуацию, студенты нашей программы, каждый модуль подает заявки, ездят за рубеж, возвращаются из международных стажировок, участвуют в различных международных проектах, которые мы делаем с нашими партнерами. И на наших мероприятиях, мероприятиях из школы бизнеса, мои коллеги из отдела по работе с абитуриентами, с иностранными абитуриентами рассказывают как раз тоже много интересного. Мои коллеги из отдела по международным обменам рассказывают о возможности по обучению. То есть у нас много всякой активности, которая показывает, что и в вышку приходит много иностранных студентов, и из вышки можно поехать и получить международный опыт. И это тоже является очень ценным моментом, выбирая программу обучения. Ну и последний момент, ответственное лидерство. Мы достаточно видны на рынке как программа. Вышка в принципе слышна и видна и в России, и за рубежом. Но вот эта вот ситуация популярности и общественного внимания и к программе, и к студентам, и к университету, без сомнения, накладывает очень серьезную ответственность и на студентов, и на преподавателей, и на выпускников. Программа, которая становится руководителями крупных компаний, управляет проектами, и которые должны нести ответственность за свои поступки, за те проекты, которые они реализуют, за обладание знаниями, компетенциями, которые должны приносить результат. Это и умение мотивировать людей, это и умение внедрять ответственные управленческие решения, которые положительным образом формируют мир вокруг. Ребята имеют хорошие карьерные возможности на нашей программе. Это подтверждается статистикой большого количества ребят, которые поступают на рабочие места сразу после окончания программы. Ну и, если говорить здесь тоже открыто, я здесь рассказываю это каждый год, большое количество студентов к моменту защиты диплома уже имеют джобофер, уже имеют тот или иной вариант вовлечения в работу. Отчасти мы, конечно, скрипим, возмущаемся по этому поводу, потому что, конечно, хотим за то время, пока вы учитесь здесь, как можно больше времени удерживать вокруг вашей текущей обязанности, как студентов. Но, с другой стороны, мы с пониманием относимся к этому, поскольку рынку всегда нужны высококвалифицированные, высокозамотивированные, яркие сотрудники, которых много на программе управления бизнесом. У нас большое количество компаний и партнеров, как я уже говорил, много вакансий, которые доступны без студентов в нашем центре карьеры, и широкий возможный путь, куда пойти работать. Много ребят идут работать и в IT, и телеком после нашей компании, менеджерами продуктов, бренд-менеджерами и руководителями проектов, проектных команд. Идут в торговлю, в розничные услуги, в компании, в консалтинг, профессиональные услуги, в банки. Идут в том числе тяжелую промышленность в компании FMCG и в другие компании, активно работающие в России и за рубежом. В принципе, сегодня, даже пока я рассказывал о программе, есть по крайней мере пять причин, почему управление бизнесом – это хорошая траектория для вашего профессионального развития. Прежде всего, это очень предпринимательская ориентированная программа, что подтверждается в том числе вот этим важным аспектом предпринимательской натуры. Это способность самостоятельно брать на себя ответственность за свои поступки, внутренний локус контроля. И это реализуется нашими специализациями. Мы говорим вам, у вас есть возможность самостоятельно выбрать для себя ту траекторию развития, которая вам ближе. Мы понимаем, что окончив школу, вам еще не хватает вот этого погружения в будущее, поэтому вы имеете возможность принять решение о вашем будущем профессиональном развитии чуть позже. Первые два года формируют вот этот вот вход в профессию, комфортный вход в профессию, который дальше позволит вам взять на себя ответственность. Второе – это, конечно, возможности карьерного роста, которые обеспечиваются связью с компаниями и большим количеством проектных работ, которые ребята делают в течение всего времени, и большое количество пересечений с представителями компаний, возможностью проявить себя. Например, в конце, как я говорил, каждого года обучения у ребят есть вот эта точка, когда они представляют результаты своих курсовых проектов. Это комиссионная защита, в которых участвуют представители бизнеса. Ну и представьте себе, что каждый год, по крайней мере, на втором и третьем году обучения, это уже лето, летний период, июнь, вторая половина июня, и вот ребята представляют результат своей работы представителю бизнеса. И каждый год в разных комиссиях я, как академический руководитель, знаю о целом бряде ситуаций, когда прямо в защите, по результатам защиты представитель бизнеса встает и говорит, вот нам так это понравилось, что мы вас, команда, приглашаем к нам на летнюю стажировку. Да, вот и так и формируется долгосрочное взаимоотношение с компанией, формируется свой профессиональный рост карьерный, и в этом отношении наша программа очень хороший выбор для вас. Третье, это возможность получения опыта с самого начала, с первого курса. Как я говорил, ваше резюме не будет пустовать совсем, когда вы будете выпускаться с программы. И это будет снимать страх с многих из выпускников программы будущих, именно по той причине, что у вас нет ситуации, что у вас нет вообще опыта, что у вас нет никакой практики. Вы все равно обязательным образом, просто по условиям учебного плана, должны будете что-то сделать, и вам получится что-то показать, в том числе вашему будущему работодателю. У нас поистине уникальный преподавательский состав. Это и невероятно сильная исследовательская команда, которая и публикуется в ведущих российских международных журналах, проводит исследования профильные по самым разным тематикам, и без сомнения имеет сильные аналитические способности, особенно по тем дисциплинам, где вот такого рода исследовательские компетенции по Data Science, Data Culture важны. Ну и, конечно же, прежде всего, по прикладным дисциплинам. Это большое количество преподавателей с богатым консультационным, экспертным и управленническим опытом. В высшей школе экономики работают не только традиционные преподаватели-исследователи, но и преподаватели-методологи, которые изучают современные симуляционные моделирующие возможности взаимодействия с бизнесом. Ну и, конечно же, практики. С первого года обучения к ребятам приходят руководители крупнейших компаний, люди, которые сегодня управляют крупным бизнесом и которые готовы поделиться опытом в рамках существующих вызовов и вопросов развития самих студентов. Это совершенно замечательно, когда еще на первом году обучения к ребятам приходит член управления банка ВТБ, когда к ребятам приходит основатель крупнейшей добывающей компании, когда на комиссионную защиту к ребятам приходят владельцы компании с оборотом в несколько миллиардов долларов и имеют возможность собственным опытом дать какой-то отклик по тем начинаниям, по тем проектам, которые ребята развивают. Мне кажется, это действительно здорово. Ну и последнее, то, о чем я говорил снова и снова, это очень сильная предпринимательская среда. Заканчивая презентацию, я бы хотел сказать, что программа сама по себе выстроена таким образом, что ждет у себя ребят, у которых есть внутренний такой предпринимательский ориентир, желание, амбиция сделать что-то в этом мире, которые не боятся хотеть чего-то большего, которые не боятся создавать что-то новое и которые готовы для этого много работать и много создавать. На программе учится сегодня очень много амбициозных, совершенно разносторонних, креативных ребят, которые и занимаются искусством, и занимаются спортом, и занимаются совершенно замечательными формами собственного развития, которые без сомнения сильно ориентированы на профессиональную карьеру и на каждом курсе встречаясь даже с ними там на днях открытых дверей просто поговорите с нашими студентами не надо здесь верить нет просто пообщайтесь с ребятами послушайте что они говорят и вот каждый из таких кейсов я вспоминаю сейчас перед глазами много наших студентов это ребята у которых есть стремление к саморазвитию которых есть желание сделать мир к лучшему на изменить мир к лучшему и во многом именно благодаря таким ребятам наша программа развивается потому что они готовы быть открытыми они готовы помогать нам делать эту программу лучше завершаю выступление вот этой фотографии справа значит эта фотография которую мне сначала о которой рассказала на таком же вебинаре одна из абитуриенток а сегодня уже студентка 2 курса ульяна потом прислала мне фотографии уже будучи студентом на одном из таких же вебинаров ульяна регулярно посещала слушала меня задавала вопросы приходила на дне открытой двери и говорила я очень хочу поступить к вам на программу я себе сделала фотографию когда была на шаболовке и повесила себе над столом и каждый день говорилось и что я поступлю она поступила и сегодня является очень активным участником нашей команды управление бизнесом много учится много делает развивает свой собственный предпринимательский проект по музыкальной школе и вот и и вот этот образ человека который поставил перед собой цель добился поступил попала сегодня двигается вперед это образ в принципе студента управление бизнесом яркий готовы работать не боящийся нагрузки и очень верящий в возможность добиваться я жду таких ребятах каждый день к нам на программу буду очень рад если вы уважаемые абитуриенты относитесь как раз такому числу окей на этом все давайте посмотрим что у нас тут есть из вопросиков их каком корпусе проходит обучение на программе управления бизнесом смотрите высшей школы бизнеса два кампуса это ну в принципе вышки распределенный кампус вообще в москве это что означает это означает что став студентом вышки вы можете пользоваться возможностями всех зданий всех помещений высшей школы экономики например там не знаю имея право там ходить и пользоваться потрясающей библиотекой там на покровке там ходить в мясницкую там старую басману куда хотите вы студент вышки это очень важно в целом как всегда имеете возможность пользоваться всем но занятия по программе управление бизнесом и по программам высшей школы бизнеса проводят в двух кампусах наш основной кампус это кампус на шабловке и этот кампус включает в ряд зданий и если вы сходите на день когда ты двери посмотрите у нас есть и большие лекционные аудитории и ряд зданий в которых есть и каворкинги и лекционной аудитории вот один из корпусов сейчас проходит ремонт и в уже в этом году мы надеемся увидеть классные новые современные аудитории такие же как мы сегодня уже имеем но есть еще один кампус где ребята тоже могут обучаться значит и иногда бывает что занятий размещаются в данном здании но чаще всего все проходит непосредственно на шабловке 80 90 процентов все занятий проходят на шабловке первый курс всегда про обучаются именно на шабловке так смотрим что стоит сделать в качестве подготовку к обучению первому курсу может быть вы можете посоветовать какие-то книги благодарю за ответ знаете тут смотря вопрос что вы хотите сейчас для себя ну как бы чем себе помочь для поступления если речь идет о подготовке кега то тут конечно основной вопрос сегодня у вас это ваши школьные активности может быть какие-то курсы помощи подготовки кега я знаю что и наши коллеги до вузовского блога вышки некоторые курсы такие предлагают вот иногда бывает нашу наши партнеры участвуют помогают вот я помню что в одном из дней открытых дверей участвовал компания в значит коллеги помогите foxford да я правильно помню значит который тоже помогали но это у нас именно вопрос поступления кстати не забывайте уважаемые абитуриенты что поступать на программу вышки программа вышки можно не только по баллам егэ но и по олимпиадам и у нас есть не только такие олимпиады как бы с экспириенсом как высший пилотаж или кейс чемпионат да где только ну например там чемпионате только там супер победители имеют возможность обучаться за средства неувше но в основном остальные финалисты и победители даже в высшем пилотаже получают дополнительные баллы но тем не менее есть и перечневые олимпиады которые дают возможности поступления по вплоть до поступления бы вы у нас мы особым образом не пропагандируем такого рода поступление причем потому что я все равно рассчитан на основной объем поступающих именно по результатам егэ но тем не менее ребята и по олимпиадам поступают к нам на программу если ваш вопрос относится как себя смотивировать как подготовиться к принципе к обучению в вышке и какого рода книги почитать про там как смотивироваться и войти в вот этот поток предпринимательский тут такой вот разнонаправленный мой ответ я всем абитуриентом очень неожиданно книгу рекомендую очень тяжелую но на мой взгляд очень подходящую с точки зрения тех вызовов которых оказались наши абитуриенты находясь на рубеже эпох это книга которая сюрприз сюрприз она даже толще чем война и мир эта книга замечательного автора российского максима горького который называется жизнь клима сангина я почти уверен что многие не читали такую книжку как-то через проходя через школьную нагрузку именно эта книга будучи огромные толстые она уходит в сторону но вот это вот ощущение смены эпох и человека который находится где-то вот между тем миром который уже закончился и новый мир который только формируется молодой человек который не может где-то еще найти себя и чувствует как многое меняется вокруг мне кажется очень актуальная книга со мной стороны это вот про ощущение про профессиональные книги я рекомендую вам здесь слушать не меня поскольку я уже немножко так старше многих из вас и скорее буду давать профессиональные рекомендации когда вы уже станете студентами не знаю допустим книга тот же самый бережливый стартап который вас подготовит к методологии алин стартапа но скорее слушать самих студентов вот я сегодня сослался на проект который мы делаем вместе с студентами управления бизнесом который называется как тебе такое которым участвуют студенты вышки предприниматели которые в том числе рассказывают какие книги им интересны какие книги их повлиять до них повлияли вот примеру посмотрите первый наш выпуск подкаст как тебе такое в котором глеб федоренко один из ребят студента вышки кто собственно создал бизнес достаточно успешно и сегодня тоже развивает свой бизнес что ему было интересно возможно это будет вам ближе в остальном я бы рекомендовал в принципе выбрать ту книжку биографию интересующего вас руководителя предпринимателя и пойти вовлечься в ощущение вот тех решений тех сложных вызовов которые брали на себя люди которые добились много это может быть говард шульц из компании starbucks это может быть билл гейтс это может быть генри форд это может быть стив джобс это может быть мой любимый руководитель компании intel andy grove выбор большой но сейчас достаточно взять чего что-то что вас замотивирует и что вдохновит вас на дальнейшее движение я думаю что это будет достаточно так надежда спрашивает расскажите пожалуйста про пв и ну вот как я говорил поступление на программу высшей школы экономики осуществляется по нескольким траекториям одна из них предполагает поступление по егэ соответственно здесь вы попадаете в конкурс на бюджетные места и зависимости от общей суммы баллов которые вы имеете это все баллы по трем дисциплинам егэ которые я назвал чуть раньше это профильная математика русский язык и иностранный язык вы имеете возможность плюс еще индивидуальный баллов вы умеете возможность участвовать в отборе если зеленые баллы зеленой волны которые мы называем ниже или равны выше или равны извините прошу почти если ваши баллы выше или равны тем баллам которым назвали как баллы зеленой волны то вы имеете право на поступление на бюджетные места. Но помимо этого, поступление по профильным олимпиадам, поступление по олимпиаде в Сирос, по тем олимпиадам, которые рекомендованы высшей школой экономики, для этого надо воспользоваться сайтом b.hsc.ru и выбрать в верхней менюшке поступления по олимпиадам. Там достаточно подробно есть список, какие олимпиады какого рода привилегий дают. К примеру, для победителей олимпиады высшая проба по экономике или по математике, ребята имеют возможность на поступление БВИ на программу управления бизнесом при условии подтверждения минимального количества баллов, также указанного в данной таблице, по профильному предмету. Профильный предмет у нас это математика. Как вы оцените перспективы работы в гостиничном бизнесе, например, управляющей отелем после окончания программы управления бизнесом? Стоит ли идти на вашу программу или лучше выбрать программу гостиничный бизнес? Спасибо, Ирина. Ирина, на самом деле у нас есть ребята, которые выпускаются с нашей программой и идут дальше в направлении hospitality, работают в хорико, работают и в том числе в качестве управляющего гостиницы. Но здесь надо понимать, какого рода базис вы хотите получить за ближайшие четыре года. Правда в том, что, как правило, первые четыре года обучения специалиста, будущего профессионала, все-таки, на мой персональный взгляд, экспертный взгляд, должно быть связано с формированием крепкой основы, крепкого фундамента. По этой причине, в моем понимании, честно говоря, специализация, уже углубление в какую-то конкретную отрасль, в какую-то конкретную специфику, которая вам интересна, должна осуществляться на уровне магистратуры. Потому что, по большому счету, ну, так вот обычно устроено, уровень обучения, базовый уровень обучения в ВУЗе, в бакалавриате, должен давать для вас широту возможностей. А магистрское обучение, в том числе, кстати говоря, которое может осуществляться не сразу же после окончания бакалавриата, а даже через какое-то время уже после получения опыта, постопытного, да, позволяет углубиться в конкретную траекторию. Посмотрите на широту магистрских программ, которые есть в вышке. Оно колоссальное, да, одно только, один только пол магистрских программ, которые есть в высшей школе бизнеса, да, там и операционная эффективность, и маркетинговая коммуникация, и управление цифровым продуктом, широкое количество вопросов, которые позволяют ребятам уже в рамках их профессиональной деятельности развиваться. Часто ребята, которые идут на магистрские программы, уже имеют профессиональный опыт. Кстати говоря, поступление поэтому в магистратуру отличается от того, как ребята поступают в бакалавриат. В бакалавриате ребята сдают экзамены, а в магистратуре основным элементом для поступления на программу магистрский является портфолио. Уже, знаете, уже результат работы, которую вы сформировали. Поэтому мое мнение убеждено, что именно необязательно управление бизнесом. Может быть, какая-то другая программа, которая вам близка, но все-таки программа, которая позволит сформировать широкий кругозор, широкая базис для профессиональных навыков как таковых, и потом уже углубление вперед. Посмотрите на нашу программу, посмотрите на ту структуру, о которой я сегодня рассказывал. Первые четыре года, первые два года ребята изучают дисциплины общего цикла, они погружаются в специальность. Третий-четвертый год начинают набирать большое количество профессиональных дисциплин. Допустим, такие дисциплины, если мы идем в стартап-направление, стартап-лаборатория, сервис-дизайн, какие-то вопросы интернет-маркетинга, интернет-предпринимательства, технологического предпринимательства, углубление, углубление, углубление. И вполне логично по окончании вот этих четырех лет уже дальше двигаться в той отрасли, в то направление, в которое вам ближе. Поэтому я считаю именно так. Насколько программа определяет твой будущий карьерный трек, где и кем я смогу работать? Я бы хотел попросить своих коллег Машу, если не сложно, прислать ссылочку на совершенно замечательный материал, который у нас есть. Это называется «Карьерный навигатор». Карьерный навигатор студента управления бизнесом. Он доступен у нас в том числе в разделе Центра карьеры на сайте Высшей школы бизнеса. Там мои коллеги достаточно подробно описали вообще, а кем могут стать наши выпускники, по каким траекториям они могут двигаться. Некоторые из возможных карьерных позиций я сегодня уже рассказывал. Это и руководитель отдела, руководитель продукта, это консультант, аналитик. Это все те самые специальности, которые часто оказываются востребованы уже как ваше будущее место, вернее должность при поступлении в компанию. Но вот разница, допустим, тоже по специализациям также нами была проработана. Посмотрите этот интересный документ. Там есть не только варианты должностей, даже с разбивками по зарплатам, правда на прошлый год, в этом году уже, конечно, мы будем обновлять это с учетом тех зарплат, которые ребята в этом году получают, и с тем, чтобы держать все в курсе. Но так, там есть и варианты еще по компаниям, которые тоже можно смотреть, даже варианты по сообществам, к которым можно подписаться, если вам интересна тайная или иная профессиональная траектория. Анна спрашивает, для поступления нужно сдавать именно английский или можно немецкий? Анна, у нас написано иностранный язык. Это означает, что если вы сдадите немецкий и проходите по этому языку по баллам, все будет замечательно. В свое время, много лет назад, когда я поступал в ВУЗ, точно с такой же ситуацией, я, например, поступал с испанским языком. Ну что, вроде как... А, где расположено здание в СШБ, в СПБ? Кристина, к сожалению, в СПБ здание ВШБ нет. Здание ВШБ есть только в Москве, на улице Шаболовка, центре города Москвы. Тем не менее, в Петербурге есть кампус высшей школы экономики, также распределенный, по разным программам есть разные офисы, но большой кампус ВШК, аналогичный тому, как, кстати говоря, похожий на Шаболовку, потому что мы тоже расположены в производственном историческом комплексе зданий. Петербургский кампус находится на Кантемировской набережной. Какой процесс поступления бетериента в ВШК? Ну вот мои коллеги уже подсказывают, что на эти вопросы они ответили. Ну что, мне кажется, что я с честью час выдержал, на все вопросы поотвечал. Если вопросов больше нет, у меня есть несколько вопросов к вам. Как вам такое? Ну, первый вопрос. А почему, собственно, программа управления бизнесом? Что вас привлекло? Мне очень интересно. Какая у вас-то мотивация? Свои истории я рассказал. Про студентов, за студентами на днях открытых дверей вы повстречаетесь, их мотивацию вы услышите. Но вам это что, движет? Почему программа управления бизнесом? У нас много программ. В ВШК огромное количество программ. Расскажите. Интересно. Так. Пишут, пишут. Что, может быть, я поддержу ваше желание или, наоборот, опровергну. Тут такого нету. Расскажите. У нас классная столовка. Будете на дне открытых дверей, заходите. Прям очень понравится. Если кто-то был, уже видел. Там, кстати, очень вкусно. Так. Хочется свою контору открыть. Ну, слушайте, для этого будет много возможностей. Ребята, во-первых, за время обучения имеют возможность участвовать в конкурсах студенческих проектов. Каждый год, два раза в год проходит конкурс студенческих проектов, где вы можете собрать небольшую свою команду и даже получить вплоть до четверти миллиона рублей на развитие какого-то проекта. Конечно, мы выбираем те команды и проекты, которые полезны и нужны. Вышки в том числе. Ну, то есть мы вкладываем деньги с ориентиром на сервисы или какие-то новые штуки, которые нам могут быть полезны. И нужны там для развития образовательных программ, для развития сообществ, для создания каких-то новых технологий. Но, тем не менее, даже вот здесь так вплоть до полумиллиона рублей по таким конкурсам команды могут в год по двум конкурсам получать. Это вот самый близкий, что называется, вопрос. Помимо этого, у нас очень большая инфраструктура помощи, поддержки ребят, которым интересна, в принципе, предпринимательская карьера. Это наши большие близкие друзья и партнеры, наш бизнес-инкубатор Высшей школы экономики, один из лучших бизнес-инкубаторов в России. Не у каждого университета такие возможности для развития бизнеса есть. Это и акселерационные программы, и помощь в поиске партнеров, и помощь в тестировании бизнес-идей. Поэтому в этом отношении, я думаю, что это у вас в рамках обучения Вышки может получиться. Так, что у нас еще? У нас один Максим, по-моему, ответил, да? Так, хочется получить знания в предпринимательской сфере, чтобы в дальнейшем связать с этим свою жизнь. Так же то, что выбор профиля с третьего курса. Ну, пока полный мэч, значит, хочется понять, как правильно строить бизнес и управлять им, не только собственный. Тоже, вот, кстати, Анна, это, на мой взгляд, сильная особенность нашей программы. Есть на рынке разные образовательные программы, в том числе те, которые говорят о предпринимательстве. Но у нас программа особенная в каком ключе? У нас очень много студентов, программа большая, у нас 1200 студентов всего на всех четырех курсах учатся только на программе управления бизнесом. И мы изначально ориентируемся на то, что выпускники этой программы идут не только на собственный бизнес, конечно же, но которые идут в крупные компании, которые идут управлять существующими компаниями, которые идут управлять семейными компаниями. И для нас, например, предпринимательство, это не единственная там траектория, мы не готовим из наших упустяков, там, не знаю, самозанятых или там микробизнес. Нет, мы скорее ориентированы создать у вас навыки менеджеров, которые будут вам очень полезны в управлении бизнесом и сформировать предпринимательское мышление. На мой взгляд, это очень важно для любой траектории вашего будущего развития, даже если вы пойдете работать в госкорпорацию. Валерия, нравится руководить людьми, распределять задачи, придумывать проекты, плюс в голове много идей, которые хотелось бы реализовать. Валерия, you're a perfect match for us. Приходите к нам. Вот в этом отношении недостатка возможностей и реализовывать идеи, и общаться с людьми, и распределять задачи у вас не будет, скорее будет мало времени и очень много желаний. Поэтому в этом отношении, я думаю, что мы вполне для вас хороший вариант для вашего развития. Елизавета говорит, мне интересно само предпринимательство, продвижение чего-то нового в массы, управление проектами, изменение привычной жизни общества. Да, вот о таком как раз подходе, внутреннем подходе я и говорю, и мне кажется, это тоже замечательный такой мэч с нашим ценностным профилем. Мария, привлекать навыки, которые можно приобрести в течение всего обучения, полезны для общего развития, для открытия своего бизнеса. Ну что ж, уважаемые абитуриенты, я очень рад, мне кажется, что есть прям такие хорошие сочетания, значит, по крайней мере на уровне идей мы с вами совпадаем. Это хорошо. Очень хотелось бы стать генеральным директором, генеральным менеджером отеля. Для этого думаю, что программа даст хорошую основу. Присутствуют лидерские качества, большое желание работать с людьми. У нас, конечно же, есть и soft skill, и hard skill, поэтому многие из вещей, которые мы вам будем давать, будут полезны как в позиции руководителя компании, в том числе отеля, так и в руководителя проекта. Ну что, спасибо большое, я был рад, что было полезно, рад, что вы мне дали обратную связь, рад, что мы пока совпадаем в ценностном уровне. Еще раз напоминаю, 17 числа с нами со всеми можно будет еще раз увидеться, задать вопросы, у нас проходит полноценный день открытых дверей, информация об этом есть в наших официальных каналах. Следите за каналами в телеграмме поступления бакалавриат высшей школы бизнеса, подписывайтесь, как я люблю это, подписывайтесь на наш канал. Ну, подписывайтесь в принципе на наш канал, но обращаю внимание, что сегодня я вам рассказал про предпринимательский проект, который делают студенты управления бизнесом. Это проект «Как тебе такое», в котором каждый месяц будут появляться новые подкасты с студентами вышки, не только студентами высшей школы бизнеса, но студентами вышки, которые занимаются предпринимательством. Это будет интересно. Я всем желаю хорошего вечера, час мы, по-моему, провели вполне себе со смыслом, и всем удачи, хорошей недели, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok